ИБП, или источник бесперебойного питания, это устройство, которое позволит компьютерам и другой вашей технике продолжать работать даже в отсутствии питания. Они продлят ресурс ваших устройств, нивелируя перебой с электричеством, а вы не потеряете важные данные в случае его полного отключения. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать ИБП, основываясь на его параметрах, с учетом ваших потребностей и бюджета. Поэтому не будем долго откладывать и поехали. Одним из самых важных параметров ИБП является его мощность. Фактически она обозначает, какие устройства и в каком количестве вы можете к нему подключить. Чем больше мощность, тем больше оборудования сможет принять ИБП. Но у этого типа устройства она выражается не в ваттах, которые обозначают активную мощность, а в вольтамперах. Это полная мощность. Поэтому очень важно правильно рассчитать мощность ИБП. Оптимальная мощность ИБП рассчитывается исходя из того, сколько ватт электричества потребляет ваша конкретная техника. Сложите значение всей техники, которая подключена к ИБП, и затем поделите на соответствующий коэффициент мощности, который сам по себе является отношением располагаемой мощности к активной. Его точные значения рассчитывать, как правило, никто не будет, поэтому берутся оценочные значения. И для бытового оборудования, для обычных компьютеров, обычно это где-то в районе 0,8. В серверных системах это стремится к единице. Когда вы получите промежуточное значение, прибавьте к этому произведению еще 20-30% на всякий случай, и получите приблизительное число, на которое стоит ориентироваться. Предположим, что вы хотите защитить мощный рабочий компьютер, который употребляет мощность 800 Вт и имеет коэффициент мощностью 0,8. Тогда общая активная мощность системы будет считаться по формуле 800 Вт поделить на 0,8, и мы получим 1000 Вт Ампер. Добавим сюда 20% запаса, поскольку ИБП не должен работать на пределе, и общая мощность составит 1200 Вт Ампер. Расчет, который мы только что делали, может показаться сложным, но на самом деле все довольно-таки просто. При этом обратным счетом можно получить максимальное значение мощности, которое можно навесить на ИБП. Для этого необходимо перемножить номинальную мощность ИБП на коэффициент мощности. В результате операции получаем число, которое показывает максимальную активную мощность, которую сможет обслуживать ваш источник бесперебойного питания. Ну и, конечно, не забываем о тех 20-30% запаса. Если вы хотите подключить к ИБП только домашний компьютер, можно выбирать ИБП с мощностью около 600 Вт Ампер. Для игровых машин этот показатель должен быть выше и составлять хотя бы 800 Вт Ампер. А при условии, что вместе с компьютером к ИБП вы подключаете какие-то другие устройства, например, кондиционер, готовьтесь к более дорогой покупке и покупайте более мощные ИБП, например, на 2000 или 3000 Вт Ампер, или даже выше. При этом надо иметь в виду, что в ряде случаев нужно ориентироваться не на полную мощность устройства, как мы только что рассчитывали, а на пусковую, которая может быть в несколько раз больше. Существует оборудование, которое на старте расходует в несколько раз больше Вт, чем во время его основной работы. Это всевозможные насосные станции, отобительные системы и тому подобное. Вот если вы покупаете ИБП для них, имейте в виду именно пусковую мощность. Автономность ИБП — это время, в течение которого устройство может работать от встроенных аккумуляторов без подключения к сети электропитания. Чем выше будет этот показатель, тем дольше вы сможете использовать оборудование после того, как отключат электричество. Обычно автономность ИБП указывается в его характеристиках. Старайтесь выбирать модели, которые работают без электричества не менее 10-15 минут. Тогда у вас будет достаточно времени на сохранение всех нужных данных и на корректное отключение оборудования, чем бы оно ни было — компьютером, сервером, расчетной станции или чем-нибудь другим. При этом стоит помнить, что заявленное производителем время автономной работы ИБП не всегда может соответствовать реальному. Оно зависит от огромного количества факторов, включая мощность устройства, тип применяемых аккумуляторов, нагрузки, количество подключенных устройств и самого состояния батареи, которая может быть уже достаточно изношенной. И при этом надо не забывать, что ее надо периодически менять. Обычно производители указывают ориентировочное время автономной работы своих устройств, поэтому имейте это в виду. И когда нагружаете его по полной, будьте готовы к тому, что оно будет существенно ниже. Ну, хотя бы процентов на 30-40, может быть даже и больше. Кроме того, автономность ИБП может варьироваться в зависимости от режима. Если ИБП работает в режиме экономии энергии, время автономной работы, естественно, будет больше. Но когда мы нагружаем его по полной, прям по максимуму, вот тогда прям берегись и делай все быстро. Существует три основных типа ИБП, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности и подходит для определенных целей. Первый тип это резервные ИБП, которые являются самыми простыми и недорогими. Но подходят они только для некритичных систем, поскольку не обеспечивают защиту от импульсных помех и имеют самое большое время переключения на резервное питание. Обычно она составляет порядка 20 миллисекунд, что в профессиональных сценариях просто недопустимо. Такие системы подходят для использования дома или где-нибудь в небольшом офисе, в паре с персональным компьютером, на котором люди работают, делают какие-то таблицы, и им нужно просто небольшое время на то, чтобы выключить этот компьютер, если отключат электричество. Второй тип линейно-интерактивный ИБП. Он имеет входной регулятор и подходит для более капризной техники, но не обеспечивает коррекцию формы и частоты входного напряжения и может иметь неидеальные синусоиды на выходе. Такие ИБП подойдут для более требовательной в техническом плане аппаратуры, например, для такой как системы домашнего отопления, котлов, насосных станций и так далее. Третий тип ИБП с двойным преобразованием обеспечивает наилучшую защиту, минимальное время переключения и идеальный выходной сигнал, но является самым дорогим. Для многих это является отталкивающим фактором. Тем не менее, такие ИБП чаще всего применяются для профессиональных нужд. Их можно встретить в дата-центрах, серверных и других заведениях подобного толка. Сферу применения ИБП определяет не только их тип, но и форм-фактор. От него зависит способ и место установки прибора, его габарита, требования к условиям работы и так далее. Настольные ИБП — это компактные устройства, которые могут быть размещены на столе или на какой-нибудь полке. Обычно они занимают совсем немного места, но и имеют невысокую мощность — от 300 до 2000 Вольт Ампер, и предназначены для защиты персонального компьютера и офисной техники. Их еще называют бригами или кирпичами. Пример — это CyberPower BU850E. Напольные ИБП — это более крутые устройства, которые устанавливаются на полу. Их мощность может достигать 3000 или даже 10 000 Вольт Ампер, а предназначение сводится к защите серверов и другой критической инфраструктуры. В народе их еще называют башнями. Рековые ИБП — это устройства, которые монтируются в стойке, рэке, для серверного оборудования. Мощность таких установок вполне может достигать 10 или 12 000 Вольт Ампер. Это нужно для защиты серверов и сетевых установок. Модульные ИБП — это устройства, состоящие из нескольких отдельных блоков — модулей. Которые можно менять или, если есть такая необходимость, добавлять в систему, чтобы ее масштабировать. Они имеют самую высокую мощность — от 10 кВт Ампер и защищают крупные центры обработки данных и промышленное оборудование. Выбор форм-фактора ИБП также зависит от конкретных требований и условий эксплуатации оборудования. Кое-что мы уже сказали, но еще раз повторим. Настольные ИБП идеально подходят для малых офисов, где небольшие компьютеры не нуждаются в мощной защите. Напольные и рэковые ИБП являются наиболее распространенными типами для защиты серверного и сетевого оборудования, в то время как модульные ИБП используются в крупных центрах обработки данных и промышленных предприятиях. И стоят они дорого. Предел цены назвать сложно, ведь модели вроде этой ДКС с очень сложным названием стоят больше миллиона рублей, и это без батарей. Зато они обеспечивают 50 тысяч вольт Ампер. На что же еще стоит обратить внимание? Перед покупкой ИБП убедитесь, что на нем есть все необходимые разъемы для подключения вашего оборудования. Обычно на ИБП есть несколько разъемов для устройств с различными типами вилок и розеток, но если нужно что-то редкое, уточняйте это заранее. Это все можно узнать у специалистов магазина X-Com Shop. Тип защиты ИБП может иметь большое значение для обладателей особо капризной техники. Некоторые модели обеспечивают защиту от перенапряжения, короткого замыкания или от электромагнитных помех. Сами понимаете, что чем более требовательными устройствами вы пользуетесь через ИБП, тем важнее становятся всевозможные механизмы безопасности, которые могут сэкономить вам не то, что ни одну сотню, а даже ни один миллион рублей на вашей дорогущей технике. Также следует обратить внимание на наличие функций автоматической диагностики и самодиагностики. Они помогают своевременно обнаружить проблемы в работе бесперебойника и принять меры к их устранению. Ведь никому не хочется столкнуться со сломанными устройствами, особенно если не очень хорошо понимаешь, что с этим в принципе может случиться и что может произойти. То есть как ИБП может испортить вашу технику. Для реализации этих функций ИБП требуется продвинутое ПО. Оно также может служить для управления и более глубокой настройки, чем предусмотренное на заводе. Это позволяет сконфигурировать работу под конкретные нужды, ограничивая мощность или другие показатели в зависимости от сценариев вашего использования. Гарантийный срок на разные ИБП может быть равен и году, и двум, и трём, и даже больше. Меньше, как правило, не бывает, потому что это противоречит закону о защите прав потребителей. Но гнаться за большим гарантийным периодом тоже не стоит. Это совсем не значит, что тот ИБП, который имеет гарантию 3 года, будет работать дольше. Не исключено, что производитель просто решил привлечь внимание покупателя и поставил такую цифру, которая на самом деле имеет кучу сносок. То есть если вы придёте в гарантию, вам скажут, что это ограниченная гарантия, только на компоненты, только на работу или ещё на что-нибудь. Но звучит красиво. 3 года. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что в ИБП бывают разъёмы RJ45 для защиты телефонной линии от помех и разъёмы USB для зарядки устройств. Но всё это вторичные функции. О самом главном мы поговорили вначале. И это надо иметь в виду в первую очередь, когда выбираете себе источник бесперебойного питания. ИБП является важной частью вашей системы питания, поэтому к их выбору следует отнестись максимально ответственно. Не стоит экономить на них, так как это может привести к негативным последствиям для вашего достаточно дорогого оборудования. Надёжный и качественный ИБП совсем не обязательно должен быть очень дорогим. Но и гнаться за дешёвыми моделями тоже не стоит. Просто выбирайте то, что вам нужно, смотрите на параметры, которые вам нужны. Исходя из того, что мы только что обсудили в этом ролике, выбирайте оптимальную для себя модель. Вот именно оптимальную, а не самую дешёвую или самую дорогую, вам нужно купить. На этом у меня на сегодня всё. Пишите в комментариях интересные случаи, как вас спасали ИБП. Или как наоборот вы забывали их обслуживать, и они вас подводили в самоответственный момент. Ну а мы готовим новые ролики, уже сидим где-то там их монтируем, пишем сценарий вот там за кадром. И совсем скоро выпустим для вас кое-что новенькое, свежее, интересное. Поэтому до новых встреч. Лайк, колокольчик, подписка, как обычно, с вас. А с нас интересный контент. Поэтому всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok